Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Округа и претенденты в кандидаты в депутаты. Выборы 2022. Обзор по итогам работы ЦИК за первые два дня. Три железнодорожные станции в Гагре, Новом Афоне и Келосури будут отремонтированы в этом году. Итоги прошедшего года и плана от генерального директора РУП Абхазской железной дороги Арсоу Читанава в рубрике «Амшахтыс». Шах и мат. Завершился международный шахматный рапид-турнир Абхазии Тамыш-Вилыч-2022. За первые два дня регистрации инициативных групп документов в Центральную избирательную комиссию подали представители 21 претендентов, кандидаты в депутаты. Две политические партии экономического развития и Народный фронт Абхазии также планируют участвовать в парламентских выборах, назначенных на 12 марта. О процедуре регистрации и возможных будущих кандидатах расскажет Илана Казанба. 21 января в Абхазии началось выдвижение кандидатов в депутаты парламента. В Народное собрание избираются 35 депутатов по мажоритарной избирательной системе. В первый же день Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия зарегистрировала 15 инициативных групп, которые выдвигают своих кандидатов. Среди них четверо депутатов нынешнего шестого созыва. Это Ашот Минасян по Пшапскому округу номер 24, Алмасхан Барциц по округу номер 15, то бишь Адхарскому, Саид Харазия по Мачарскому избирательному округу номер 25, Александр Цижба вновь выдвигается по 13-му Гагарскому избирательному округу. Уже будучи народными избранниками предыдущих созывов, свои силы вновь в качестве депутатов решили попробовать Галуз Трапезанян от Сандрыбшского округа номер 14, Адгур Харазия, выдвигается который по округу номер 26, что в Дранде, Эшерский округ номер 22, представит на выборах в том числе Фазылбей-Авицба. Сразу две инициативные группы граждан в первый же день зарегистрировались по Галскому округу номер 35 по выдвижению Анна Скишмария и Тимура Шергелия. Амиран Кокалия поборется за право стать депутатом с Адгуром Лагвилава в округе номер 7, что в центре Сухума в районе Национальной библиотеки. От Аацинского округа номер 20 выдвигается Гиви-Габния. Беслан-Халваш идет от округа номер 16, что в Дурибше. Восточный район Абхазии представлен на карте Центральной избирательной комиссии девятью округами. Первым идет Баслахский номер 27, от которого представлен кандидат Григорий Ласужба. От Кутоловского округа номер 30 в депутаты идет Вахтанги-Голанзия. Резуз-Антария выдвигается по избирательному округу номер 31, то есть к индексскому. Тимур Ткивучава выдвигается в народные избранники под Куарчалскому округу номер 34. За два дня зарегистрированы две партии и 21 инициативная группа. Право выдвижения кандидатов в депутаты парламента принадлежит политическим партиям, зарегистрированным в Минюсте не позднее, чем за пять месяцев до истечения срока полномочий действующего состава парламента и группам избирателей. Инициативную группу кандидатов в депутаты представляют пять граждан Абхазии, которые после прохождения процедуры регистрации в Центральной избирательной комиссии получают на руки свидетельства, а также пакет документов для будущего кандидата. Он включает в себя заявления, биографические данные, декларацию о размере и источнике доходов и имуществе, принадлежащем на правах личной собственности. Кроме того, кандидат в депутаты должен представить в Центризбирком документ, подтверждающий отсутствие неснятой и непогашенной судимости, справку из психиатрического и наркологического диспансера, а также из Верховного суда. Также инициативной группе выдаются подписные листы. В них необходимо включить паспортные данные минимум 200, максимум 250 избирателей. Регистрация политических партий и инициативных групп проходит с 21 января по 10 февраля 2022 года. Илана Казамбаторник Амичба, Абазатова. 24 января 2022 года Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия зарегистрировала инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты. Квартия Кана Валерьевича по избирательному округу номер 9, Восточный. Реквава Тимура Ревазовича по избирательному округу номер 7, Библиотека. Жиба Дмитрия Эдуардовича по избирательному округу номер 4, Северный. Ичмелян Артура Борисовича по избирательному округу номер 23, Гумистинский. Какая Гарри Гурамовича, по избирательному округу номер 31, Кындекски. Аршба Астамура Борисовича, по избирательному округу номер 12, Гагарский. Агумава Эраста Рамзановича, по избирательному округу номер 6, Центральный. Аксузян Ашот Киркоровича, по избирательному округу номер 24, Пшапский. Ахба Астамура Яковлевича по избирательному округу номер 19, Гудаутский, Городской, 2-й. Хакба Изольды Станиславовны по избирательному округу номер 13, Гагрский, Городской. Чедия Замира Автанделовича по избирательному округу номер 16, Дурибшский. Джопуа Батала Зурабовича по избирательному округу номер 32, Ачемчирский. Садзба Инара Астиковича по избирательному округу номер 25 Мачарский, Авецба Аляса Витальевича по избирательному округу номер 20 Аацинский, Хагба Алхаса Эсметовича по избирательному округу номер 19 Гудаутский городской второй, Лолуа Рауля Валерьевича по избирательному округу номер 6 Центральный, Айба Батала Эдуардовича по избирательному округу номер 4 – Северный. Салакая Нарсова Беслановича по избирательному округу номер 3 – Старый поселок. Жилинскую Елену Николаевну по избирательному округу номер 2 – Новый район. Кварчая Абесолома Алексеевича по избирательному округу номер 34 – Ткварчалский 2. Кроме того, зарегистрированы политические партии Ам-Цахара и Народная партия Абхазии. Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны рекомендует перенести парламентские выборы. 21 января в Народном собрании в парламенте Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны провел слушание по эпидемиологической обстановке в стране. На встречу были приглашены профильные специалисты. Участники слушания оценили ситуацию как стабильно сложную. По их мнению, ситуация может усугубиться в связи с новой волной штамма коронавируса Omicron, а активная политическая жизнь и предвыборный процесс создают идеальные условия для распространения вируса. Как сообщается на сайте парламента, по итогам обсуждения ситуации было принято решение рекомендовать президенту Аслану Бжане и премьер-министру Александру Анкуабу перенести парламентские выборы на 6 месяцев. Правительство, между тем, рассматривает возможность послабления антиковидных ограничений. На совещании у премьер-министра Александра Анкуаб обсуждался проект рекомендации по внесению некоторых изменений в распоряжение президента о мерах по защите населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Проект предусматривает допустимость работы домов культуры, театров, объектов спортивно-оздоровительного назначения при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных Республиканской СЭС. Об эпидемиологической обстановке. Согласно последнему сообщению оперативного штаба, за 22 января тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 364 человек. Диагноз подтвержден у 166 из них. Общее число выявленных заболевших составляет 39 747 человек. Зарегистрировано 585 летальных случаев. Выздоровели 34 803 человека. В Абхазии выявлено 24 случая заболевания штаммом коронавируса микрон. Об этом в интервью телеграм-каналу Республика рассказала руководитель сети клиник LabQuest Амина Амичба, которая отметила, что их частная клиника – это единственное место в Абхазии, где можно выявить штамм. Сотрудники Службы государственной безопасности Абхазии совместно с представителями Госстандарта проводят мероприятие по выявлению и пресечению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалюты на территории Абхазии. Смотрите материалы пресс-службы СГБ. В рамках реализации постановления Кабинета министра в Республике Абхазии о запрете осуществления на территории Республики Абхазии деятельности по майнингу криптовалюты в связи с ограниченностью ресурсов электроэнергетической системы Республики 18 января 2022 года сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с представителями Государственного комитета по стандартам потребительскому и техническому надзору проводились мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного подключения майнинга оборудования к энергосистеме Республики. В результате была выявлена в селе Колдахуаро Кудаутского района действующая майнинг-ферма, на территории которой зафиксирована 251 единица майнинг-оборудования. По оперативным данным владельцем установленной фермы является Хагуш Эдуард Александрович. Обнаруженные аппараты были демонтированы и помещены на склад временного хранения Государственного комитета по стандартам потребительскому и техническому надзору. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалюты составлены административные протоколы. 20 января 2022 года в ходе реализации оперативной информации сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия совместно с представителями Государственного комитета по стандартам потребительскому и техническому надзору проводились мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного подключения майнинг-оборудования к энергосистеме Республики Абхазия. В результате проведения мероприятий в селе Амжокхуа Удаудского района была выявлена майнинг-ферма, на территории которой зафиксировано 202 единицы майнинг-оборудования. По оперативным данным владельцами установленной фермы являются Мунтян Андрей Леонидович, Габния Даут Леонидович и Григорий Руслан Анатольевич. В настоящее время обнаруженные аппараты демонтированы и помещены на склад временного хранения Государственного комитета по стандартам потребительскому и техническому надзору. В отношении собственников по факту незаконного подключения к энергосистеме с целью добычи криптовалюты составлены административные протоколы. На борту рыболовецких кораблей нет запрещенного орудия лова. Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава прокомментировал Апсенпресс информацию в соцсетях о ловле рыбы турецкими кораблями. Турецкие корабли приобрели местные жители для обеспечения абхазского рынка рыбой. Эти корабли прошли все необходимые формы доследования, проверки как со стороны фискальных служб, так и с нашей стороны, сообщил Читанава. По информации эколога, на борту кораблей нет запрещенного орудия лова, кошельковых неводов. Есть пелагический трал, который официально разрешен в Абхазской акватории Черного моря. Пелагический или разноглубинный трал буксируется у поверхности или в толще воды. Он используется для лова разноглубинных рыб. Три железнодорожные станции в Гагре, Новом Афоне и Келосури будут отремонтированы в этом году. Итоги работы за прошедший год подвел в пресс-центре АГТРК генеральный директор РУП Абхазской железной дороги Арсоу-Читанава. Так, по сравнению с 2019 годом, в разы повысился доход предприятия. Более чем на 80% выросли зарплаты сотрудников. На сегодняшний день проводится работа по всем направлениям. В частности, очищены и частично отремонтированы аварийные участки в Ачимчирском районе. Проводятся работы по очищению и ремонту станций в Сухуме, Новом Афоне и Гагре для запуска турпоездов и круизных поездов. Все работы ведутся за счет средств АЖД. За 2019 год Абхазская железная дорога по доходам заработала 94 миллиона рублей. За 2021 год 164 миллиона рублей. При том, что перевозки значительно не увеличиваются. Те же самые перевозки. За 2019 год 6523 вагона перевезли, за 2021 год 7 тысяч вагонов. То есть перевозки, может, остались на том же уровне, но доходы Абхазской железной дороги увеличились. За счет чего это произошло? За счет того, что Абхазская железная дорога все начала перевозить своими силами, своими возможностями. И весь доход пришел на Абхазскую железную дорогу. Были частные предприятия, которые занимались перевозками. То есть Абхазская железная дорога не являлась, как бы сказать, монополистом. По поводу налогов. В 2019 году это общий в бюджете, во внебюджетные фонды составило 19 миллионов 837 тысяч рублей. В бюджет 9 миллионов 377 тысяч, а во внебюджетные фонды 10 миллионов 460 тысяч. За 12 месяцев, за 2021 год 32 миллиона рублей. То есть почти в два раза, можно сказать. Из них 10 миллионов в бюджет и во внебюджетные фонды 22 миллиона. С чем это связано, такого увеличения? Во-первых, когда мы возглавили Абхазскую железную дорогу, на данный момент было 42 миллиона рублей. Это долги с прошлых лет, то есть долги в бюджет и во внебюджетные фонды. Мы составили графики со всеми фондами, с налоговой. То есть нам сделали графики, и мы около 10 миллионов рублей заплатили за год, старых долгов. И те, которые долги образовались в этом году, тоже исправно платили. Вышла такая сумма. Средняя заработная плата для этой должности была 10 тысяч 500 рублей. Сегодня она составляет 18 тысяч 700 рублей, средняя заработная плата. То есть мы увеличили отдельным категориям работникам почти на 100 процентов, есть ли на 150 процентов в выселе. То есть это те люди, которые необходимы железной дороге, специалисты. 110 человек у нас, это военизированная охрана, которая финансируется за счет бюджета. То есть и мы им доплачиваем. Мы им только этой категории ничего не увеличили, а остальные работники все попали под категорию увеличения до 80 процентов. Расширенный репортаж с пресс-конференции смотрите после выпуска новостей в рубрике Амшахтыс. Посольство России в Абхазии информирует, что с 10 до 13.00 28 января в консульском пункте в городе Гагра будет производиться выдача готовых российских загранпаспортов. Гражданам при себе необходимо иметь старый паспорт. Кроме того, будет производиться прием готовых пакетов документов на оформление пятилетнего загранпаспорта. Для этого желающим сдать документы требуется до 16.00 26 января уведомить консульский отдел по телефону 226-03-91. 22 января ветерану Великой Отечественной войны Валентине Ефимовне Шульгину исполнилось 100 лет. Она единственный в Абхазии живой участник Сталинградской битвы, прошла от Сталинграда до Берлина. За проявленное мужество в боях за Сталинград Валентина Шульгина награждена медалями за отвагу, за оборону Сталинграда и орденом Красной Звезды за участие в Курской битве. Организации российских соотечественников провели перед Домом ветерана мероприятие, в котором принял участие Оркестр военной базы Российской Федерации в Республике. Музыканты исполнили несколько композиций от «Героев былых времен», «День победы», «Пусть бегут неуклюжие» и другие. После выступления Валентине Ефимовне передали цветы и подарки, пожелав ей крепкого здоровья, счастья и кавказского долголетия. Организаторами акции выступили Культурный фонд «Платформа», Общественная организация «Голрыбш», «Русское содружество» и Центр правозащиты российских граждан в Республике Абхазия. А также благотворительный фонд «Поддержка» при участии Духового оркестра, 7-й российской военной базы, администрации Голрыбшского района и Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме. Поздравил ветерана Валентину Шульгину со столетним юбилеем в своем письме глава администрации Сухума Беслан Эшба. Шах и мат. Завершился международный шахматный рапид-турнир «Абхазия-Тамыш-Виллэч-2022». Интеллектуальное соревнование собрало 90 шахматистов из Абхазии и России. Призовой фонд турнира составил 500 тысяч рублей. О том, кто стал победителем «Тамыш-Виллэч-2022» расскажет Анастасия Никонова. Быстро и точно. Шахматный турнир «Абхазия-Тамыш-Виллэч-2022» прошел по швейцарской схеме. Игра всего 15 минут, а на ход отводится 5 секунд. Так называемый формат рапид. Так что у шахматиста нет права на ошибку. Согласно компьютерной жеребьевке, в первом туре 14-летняя София Гусева из Новороссийска попался соперник помладше. Шахматистка отмечает, забрать балл не составило труда. О турнире я узнала совершенно случайно. Мне показал тренер, предложил поехать. Мы подумали, почему бы и нет. Сильный турнир. Можно поучаствовать, поиграть с сильными игроками. Но мы решили и приехали сюда. Приехал на турнир «Тамыш-Виллэдж» и международный гроссмейстер по шахматам Максим Луговской. В его копилке 4 победы на чемпионате Европы и бронза мира. Узнав о бобхазском чемпионате, решил сыграть и на «Тамыш-Виллэдж». Ему в первом туре, согласно компьютерной жеребьевке, соперником выпал 9-летний шахматист. Но международный гроссмейстер отмечает, юный игрок не растерялся. Первый тур пока перерывчик, отдых. С ребенком играл. 9 лет. Быстро партия прошла. Играл неплохо, неплохо играл. Дебют хорошо разыграл. Там уже в середине игры, конечно, намудрил. Опыт сказался. Объездил уже кучу стран. Первый раз в Абхазии неожиданно. А положение вот на сайте я увидел. Отыграл и приехал. Впервые международный шахматный турнир в нашей стране проходит зимой и впервые в сельской местности селе «Тамыш». Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тожба отметил, что турнир собрал 90 шахматистов из Абхазии и России. Это Санкт-Петербург, Москва, Северный Кавказ, Абазины приехали, Центральная Россия. Ну и все регионы Абхазии, включая Гал, Гагра, Удаут, Откварчав, все приехали. Большой праздник шахмат. И многие спрашивали, что, может вы что-то перепутали, как это так, в селе может быть чемпионат уровня российских турниров. Да, да, именно в селе, вот так мы весь юг России знают село Тамыш. В этом году призовой фонд шахматного турнира составил 500 тысяч рублей. Поддержку оказали ряд организаций и частных лиц. Это, прежде всего, Госкомспорт, Амобайл, Универсалбанк, Национальный банк, администрация Гулерийского района, администрация, конечно, Ачамчирского района, который и из всех жителей Тамыша, которые в любой, вот сейчас зайди в любой дом Тамыша, они знают, что шахматы сегодня сюда приходят. Хочу выразить огромную благодарность руководству Виладжа, которая нам предоставила прекрасные условия проживания фактически бесплатно. Поддержала международный турнир и Министерство просвещения и языковой политики. Глава ведомства Инал Габля подчеркнул, что в Тамыш Виладж принимает участие большое количество абхазских школьников. Поздравляю вас наступившим 2022 годом. Желаю вам новых побед и, конечно же, сегодня успешного вам выступления на этом первом международном турнире в Тамыше. Поздравляю. Международный турнир Тамыш Виладж длился два дня – 22 и 23 января. Его победителем стал гроссмейстер из Кисловодска Павел Смирнов. Второе и третье места также у шахматистов из России – Миграна Аганяна и Савелия Голубева. Всего были награждены 24 шахматиста из Абхазии и России в разных возрастных категориях. Президент Федерации Константин Тужба поздравил участников, отметив, что Тамыш Виладж станет ежегодным международным турниром. Анастасия Никонова, Сосрапу Агухава, Абаза ТВ. Рекордное за последние 15 лет количество снега выпало в Рицинском реликтовом национальном парке, рассказал спутник директор объекта Адамур-Богателли. Общий слой осадков достигает примерно 1 метр 80 сантиметров, а местами доходит от двух метров. Это рекорд за 15 лет, отметил он. Дорога к озеру Рица чистая, по ней ездят подготовленные к зимним условиям транспортные средства, добавил Богателли. Дорогу, ведущую от озера Кауатхари, перекрыли, так как это направление в нынешних условиях небезопасное. А высота снежного покрова на Псху превышает полтора метра. Сотрудники поисково-спасательного поста в селе Псху Сухумского района оказывают активную помощь жителям села в период обильного выпадения снега. В частности, спасатели расчищают сельские улицы, крыши домов сельчан, осуществляется доставка питьевой воды. Спасатели мониторят ситуацию в селе в режиме усиления. Между тем, в ближайшие сутки в Сочи ожидается обильный снегопад. По прогнозам синоптиков, 25 января на территории Сочи будет снег, гроза сообщается на официальном портале города Сочи. На дорогах Гололедица местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями. А в Краснодаре выпало рекордное количество снега. Высота сугробов достигла 41 сантиметра. В завершение выпуска прогноз погоды в республике. Во вторник, 25 января в Абхазии облачная погода. С ночи и до полудня дождь. Местами снег с дождем. В предгорьях и горах снег. Температура воздуха ночью 5, днем до плюс 7. Температура морской воды 9 градусов. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова